Астана Пьяна Пэшн Астана Пьяна Пэшн Астана Пьяна Пьян Это говорит о удивительном примере, на самом деле. Это пример для подражания. Потому что в наше время культура не может быть окупаемой. Это правильное слово. Культура убыточна. Она изначально без средств, без меценатов, без поддержки государства. И это здорово, когда такие высокие люди с такими регалиями, с такими позициями понимают, что нужно проводить именно детский международный конкурс. Денис Мацуев патронирует 10 музыкальных фестивалей в России и Европе и возглавляет фонд поддержки юных талантов «Новые имена». Несмотря на занятость, он взял под свое крыло и конкурс в Астане. От традиционного он отличается тем, что в дни его проведения можно посетить концерты и мастер-классы выдающихся педагогов современности. Успех первого фестиваля в Астане показал правоту авторов идеи. Семь дней город жил в ритме Астана-пиано-пэшн. Звучала выдающаяся музыка в блестящем исполнении. Были задействованы лучшие концертные площадки. Концертный зал «Казахстан» архитектора Николетти, Дворец мира и согласия Нормана Фостера, Государственный университет искусств «Шаббат». Имя Дениса Мацуева привлекло к Астане интерес со всего мира. Приятно удивил претендентов и солидный призовой фонд в 50 тысяч долларов, что для детских конкурсов – большая редкость. Это была замечательная идея такой конкурс придумать. И название, мне кажется, «Астана-пиано-пэшн». Вот действительно без какой-то страсти к музыке, к классике, без любви к тому инструменту, который ты выбрал, просто невозможно. Ведь в Астане как мало где есть все возможности для проведения таких больших конкурсов. Потому что тут и залы шикарные, что говорить, ну и гостиницы, да и вообще город красивый. Знаете, мне ужасно нравится такая архитектурная симфония Астаны. Это действительно город из мечты. И это не просто, как бывает, нагромождение зданий, а действительно есть некая гармония. Город такой, в общем, музыкальный. И приятно, что музыка здесь так уютно себя чувствует. Еще и театр опер и балета воздвигнут и скоро откроется. Насколько я знаю, это вообще уже будет такая еще одна музыкальная столица, крупная. Я действительно приветствую этот конкурс. Приятно иметь дело с детьми и наблюдать, как вот из коротких штанишек вундеркиндов вырастают потом мастера. График работы «Астана Пиано Пэшн» организовали таким образом, что каждый день участники конкурса имели возможность репетировать в просторных классах Университета искусств. Здесь же в концертном зале проходили прослушивание первого тура. Для удобства участников организовали горячие обеды и кофебрейки. Каждый вечер конкурсанты вместе со станицами слушали сольные концерты членов жюри – Дениса Мацуева, Павла Нерсасьяна, Женея Убакировой. Днем ездили на экскурсии и посещали мастер-классы педагога Московско-центральной музыкальной школы Валерия Писецкого, который в свое время преподавал Денису Мацуеву, и профессора из США, члена жюри многих пианистических конкурсов Джона О'Куэнер. По традиции детских конкурсов пианисты состязались за звание лучших в трех возрастных группах – младшей, средней и старшей. После прослушивания жюри удалялось на совещание. Это очень большой праздник, праздник музыки, и очень радует, что к нам приехали пианисты, конкурсанты из разных стран, почти со всех континентов, и, главное, очень высокий уровень участников. Наверное, это от того, что конкурс организовывает выдающийся музыкант современности Денис Мацуев, и его имя как бы привлекает сюда достойных участников. Это очень много значит, потому что не всегда конкурсы бывают вот такого высокого уровня. Это выдающиеся, на мой взгляд, юные участники, которые просто как бы вызывают ощущение встречи с чем-то выдающимся по-настоящему. И меня это вообще восхищает. И главное, конечно, то, что фестиваль, конкурс проходит в нашей стране, и это дает возможность нам пропагандировать музыку наших композиторов. И то, что в каждом туре обязательным является исполнение произведения казахского композитора, это дает очень большой эффект. Мне очень приятно, что звучит музыка наших композиторов, звучит в очень хорошем исполнении, о котором могли бы мечтать любые авторы. Удивительная архитектура, все это очень необычно и, конечно, поражает воображение. Кроме того, само место фестиваля, оно же конкурс в том, как государство уделяет этому внимание, в том, насколько важные, ответственные и очень занятые лица уделяют этому внимание, я поражен абсолютно. Поэтому здесь трудно. Но все равно приходится, потому что частью конкурса является праздник. Вот это чувство праздника есть. Мне оно очень нравится. И удивительно приятная атмосфера. Здесь невозможно не получить удовольствия. Классическое искусство хорошо именно тем, что его традиции начинаются до нас и заканчиваются после нас. Мы должны быть мостиком. Есть громадный плюс у конкурса. Это самый удобный и, в общем, дешевый способ о себе сказать. Перед публикой, перед жюри, перед критиками, перед организаторами концертов. Главное – показать свой максимум. Это прежде всего победа над собой, ничего приятного нет. Тон фестиваля в Астане задала церемония открытия, начавшаяся с выступления симфонического оркестра Государственной филармонии города Астаны, стипендиата фонда «Новые имена», возглавляемого маэстро Мацуевым, и второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром в его исполнении. Вне сомнений, это был наиболее ожидаемый момент фестиваля. И, несмотря на эмоциональный накал и усталость, Денис перехватил инициативу в ведущих церемонии и персонально представил 30 юных дарований, отобранных на участие в конкурсе в результате видеоотбора из 140 претендентов. Очень большой и профессиональный конкурс, очень известный международный жюри. Я хочу хорошо выступить. Мне больше всего понравились люди здесь. Очень дружественные, добрые, внимательные. И участники конкурса тоже. Астана – очень новый город. Удивительная, интересная архитектура. Здесь очень красиво и очень честно, не то что у нас в Москве. Мне нравятся вот эти казахские произведения «Кьюи» и «Легенда». В «Кьюи» как будто бы с ткачкой на коне, а в «Легенде» как будто бы мираж в пустыне. Я выхожу на сцену с удовольствием. С удовольствием и всегда думаю о музыке. Надо душу показывать, надо покорить публику. Мне понравилось само здание университета. Вообще, мне понравилось гостеприимство Астаны. Меня удивляет. Мне нравится, что здесь все начинается вовремя, никаких задержек. Это очень сильно радует. Начинающим музыкантам нужна ясная голова, удобные руки, теплое сердце, хороший педагог, ежедневные занятия и немного удачи. Обязательная программа конкурса в первом туре включала исполнение не менее четырех произведений разных жанров. Полифония, соната, сложная пьеса или этюд и произведения казахского композитора. И по мнению членов жюри, все без исключения конкурсанты справились с ней блестяще. Мы сейчас получили такого уровня конкурс. Он хорошо анонсировал, хороший пиар для этого конкурса делается. Я думаю, очень хорошо для привлечения внимания и к столице, и к Казахстану, и к этой вот очень тонкой и действительно элитарной деятельности. И что видно, что это маленькие дети. Это не там песенку спела, одну-две, да? Детки знаете, сколько занимаются уже? С трех лет, с четырех лет усиленного труда у этих детей. Практически нет детства. И они так хорошо играют. Пусть мэры других городов, да, увидят, что вот фортепианный конкурс можно на таком уровне делать, тогда они, может быть, тоже попытаются. Конечно, превзойти это невозможно. Вот я сейчас со всеми членами жюри разговаривала. Говорят, вы где-нибудь подобное видели? Не видели. И я не видела. После обнародования итогов первого тура участники, не прошедший финал, должны были покинуть столицу Казахстана. Но по просьбе Дениса Мацуева они задержались еще на один день, чтобы сыграть на одной сцене с маэстро. В день его сольного концерта слушателей ждал неожиданный сюрприз – гала-концерт выбывших участников. Таким особенным образом глава «Астана Пиано Пэшн» вдохновил маленьких артистов, скрасив горечь поражения, словами восхищения в адрес каждого дарования и лично представив его публике. И в этом не было ложного притворства. Все дети играли блестяще, с энтузиазмом и вдохновением. В завершение концерта они получили памятные подарки от организаторов и Акима Астаны. Которая родилась спонтанно абсолютно, потому что, когда были объявлены результаты второго тура, о том, кто прошел финал, а кто не прошел, я видел глаза некоторых ребят, и я понял, что у них на первом месте слово «конкурс», а не «фестиваль». И я решил устроить такой гала-концерт, потому что дать понять им, что это не то, что они хуже, а те лучше. Потому что конкурс есть конкурс. Я тоже не проходил в финал, это меня только закаляло. И после того, когда я не проходил в финал, наоборот, я по-хорошему взял себя в руки и готовился дальше. С каждым из них я разговаривал, каждому я сказал какие-то вещи, каждый будет под нашим прицелом, в хорошем смысле слова. Самый главный итог этого фестиваля, конкурса, то, что те искорки, которые приехали сюда, они уникальные, уникальные дарования. Все, без исключения абсолютно, потому что уровень высочайшей, высочайшей пробы. Каждый из них имеет, именно каждый, повторяю, имеет огромные шансы стать большими музыкантами, потому что по их игре сегодня уже можно это судить, как и больших артистах. Даже о малышах, которые заходили, играли настолько трогательно, тонко и непосредственно, как будто это играл бы большой артист. Это главный итог нашего фестиваля, конкурса. Безумно сложно оценивать, безумно сложно кого-то отсеивать, безумно сложно распределять премии, особенно в младшей группе, потому что уровень был такой высокий, что, сказать, кто вторая, кто третья, кто первая премия, мы не присудили третьей премии, у нас четыре вторых и две первых, потому что уровень был высочайший. Все шли вот так просто рядом, и это было тяжелое решение. Среди членов жюри опытные педагоги, исполнители и судьи международных конкурсов из США, Бразилии, России, Казахстана. И все они признают, что профессиональная планка «Астана Пиана Пэшн» невероятно высока, несмотря на то, что на сцене конкурса «Дети». Я положительно удивлена. Каждую минуту здесь я получаю замечательные сюрпризы. Я должна сказать, что в Бразилии мы знаем очень мало о Казахстане и об Астане. Я приняла данное приглашение с большой радостью. Я знаю много конкурсов, и могу сказать, что я еще никогда не видела такой организации, такого совершенства, соблюдение всех деталей, вежливости, цветов, ничего не упущено. И кроме того, я очень удивлена уровнем данного конкурса, публикой, которая присутствует. Я думаю, что вы являетесь примером, и хочу сказать, что вы можете на меня рассчитывать в вопросах освещения и продвижения Астаны, и всего того, что вы делаете здесь, в Казахстане, для культуры. Это очень трогательно, и может послужить примером для многих стран. Мы стараемся быть справедливыми, так как все участники очень талантливы. В таких маленьких людях уже присутствует совесть, серьезность, и это очень впечатляет. Участие во втором туре уже было победой. Возможность сыграть симфоническим оркестром стала привилегией финалистов. Это один из показателей профессиональной подготовки пианиста. Очень рад, что я участвую в этом проекте. Я просто, знаете, хоть и сильно устаю здесь, но я получаю громаднейшее удовольствие от этой работы. Именно в чем то, что здесь собрались вот эти вот 17 пианистов, которые играют в финале. Это, знаете, это какой-то бриллиант. Вот эти, как у них идет свет такой, знаете, они еще и не взрослые, а есть вообще совсем маленькие. Понимаете, я просто поражаюсь тому, что как вообще в 9 лет можно играть концерт Григо? Когда они вообще успели это сделать? По поводу конкурса я хочу сказать, что это потрясающее событие для города. То, что здесь происходит, это происходит что-то невероятное. Действительно, настолько вот наполнен этот конкурс вот этими талантами, столько наполнен, столько богатости в этом, знаете, что прямо, знаете, я получаю такое удовольствие, о котором я, наверное, даже не мечтал. Я очень хочу сказать огромное спасибо нашему руководству города, сказать спасибо маэстру Мацуеву, то, что он нас привез и сделал такой конкурс у нас в Астане. Это просто событие невероятное. Я думаю, то, что для развития культуры нашей столицы это самый важный момент. И я думаю, то, что после этого это будет действительно Астана, как культурная столица, вырастет еще больше. Онлайн-трансляции международных конкурсов в интернете стали в мире нормой, но в Казахстане это было сделано впервые. И успех проекта превзошел все ожидания. Небывалое для конкурса классической музыки количество просмотров в интернете – более 100 тысяч. Онлайн-трансляция организована с целью максимальной прозрачности и завоевания доброй репутации Астана Пьяна Пэшн. Слов нету, потому что тот успех, который у нас получился, мы, безусловно, не ожидали о таком международном крупном успехе, потому что мы все волновались. Это первый фестиваль, конкурс, и как он пройдет, никто даже не задумывался, что так ярко, так масштабно и так результативно. Эта история вышла за пределы Казахстана, и России, и в Европе, и в Америке смотрят люди, которые включают интернет-трансляцию, которая блистательно организована этой командой. Всем им огромное спасибо. Люди не могли уйти с этого сайта, они были поражены, привязаны к экрану, пересматривали многие записи, у каждого были свои фавориты. И кто был на этом конкурсе, и вообще людям, которые любят музыку, я во всех приглашаю в основном на следующий конкурс. Потому что это удивительное состояние, когда вы находитесь в зале, а на сцене играют дети. Все участники первого международного конкурса фестиваля «Астана Пиано Пэшн» попали под опеку Дениса Мацуева и фонда «Новые имена», в том числе и Санжер Али Коббаев из Алматы. Самый маленький по возрасту конкурсант и единственный лауреат из Казахстана. Он получил вторую премию в младшей группе и специальные призы от Акима Астаны и Дениса Мацуева. Это первый международный конкурс, это, конечно, для нас такое крупное событие. Вообще для Казахстана, для Алматы, для наших вот этих больших школ. Я говорю, такое впервые. И здесь мы слышим, ну, просто, я не знаю, одни таланты. Они такие великолепные дети, ну, просто один другого лучше. Даже те дети, которые полуфиналисты вчера не прошли, ну, там просто прелесть. Дети мне вот очень понравилось. И мы, конечно, вместе с Анжер Али очень счастливы. Конкурс, конечно, вообще замечательный. Проведение, организация. И самое главное – дети. Ой, как они играют. Для наших детей это будет, вообще, не знаю, пример, образец. И мы будем равняться на них. Даже вот по этому конкурсу видно, что наши дети еще даже не совсем могут общаться. Потому что, ну, даже тоже привычки нету. И общение, и вот даже на сцену побольше, чтобы выходили. Мне кажется, вот побольше конкурсов всяких устаивать у нас в Казахстане. И приглашать, и международные, чтобы наши дети видели. Вот они вот сегодня посмотрели, он сам удивляется. Все вот, ну, просто артисты, маленькие артисты. Лестно, что эти маленькие артисты, которые уже сегодня играют в разных странах мира и приумножают славу музыкальных традиций своих народов, были искренне восхищены красотой и величием Астаны. Для кого-то это был первый по-настоящему серьезный конкурс. Для кого-то очередная победа в череде престижных премий. Но такие воспоминания не забываются. В сердцах будущих мировых звезд классической музыки Астана навсегда останется свидетелем их триумфа. А в лице юных дарований из 12 стран мира столица Казахстана приобрела послов, доброй воли и искренних почитателей. Мне понравился здесь прием. Люди очень доброжелательные, заботливые, добрые. Мне понравилось, что здесь очень много красивых зданий и все разного стиля, очень красивые. Также этот конкурс особенный, особенная атмосфера, жюри очень высокого профессионализма. Все мне говорили, что народ Казахстана очень приветливый, но я не ожидал, что настолько. Я желаю всем, кто занимается музыкой, поймать свое вдохновение, не отпускать его. Астана реально красивый, очень фантастический город. Места красивые, природа потрясающая, везде деревья, зелень. Такие красивые здания очень люди понравились здесь, добрые и внимательные. Мне понравился очень концертный зал, большой звук, хороший. Я видел здесь много людей, мне понравилось дерево жизни, высокая башня Байтирек. Очень понравилось, шикарный город, красивый. Что еще можно сказать? Новый я не ожидал, конечно, что отстроят такой фантастический, потому что за такое короткое время столько много таких красивых зданий, необычных, очень, очень интересная архитектура. Организация тоже замечательная, встретили нас очень хорошо, очень было приятно, все доброжелательно относятся. Музыка для меня – это жизнь, это все, это главная моя цель в жизни. В Казахстане новый опыт для меня, много национальности, удивительные здания, архитектура. Мои первые впечатления от этого конкурса, что это потрясающая организация и поразительно красивые места. Я просто влюблен в эти места и ваших людей. Мне очень понравился город, здесь замечательные дома, то есть вообще такая обстановка, то есть необычный, необычный город. Так добродушно встречают, то есть люди замечательные. Я раньше ездил, то есть все со свой счет. Ну такие вот конкурсы, они не очень хорошие. А это мой первый, наверное, самый лучший конкурс, то есть мне нравится играть в публике, хотя и страшно, но, с другой стороны, это такое приятное волнение, без него мне жить как-то не очень. Детям повезло, потому что здесь будет атмосфера прежде всего, такая творческая, дружеская. Ну, действительно, замечательно сказала ректор Алматинской консерватории, что казахи чемпионы по гостеприимству, чемпионы мира. И тут, конечно, детям такое внимание оказывается потрясающее. Они увидели и красоту уже Астаны, несмотря на довольно плотный график, тут и обязанности конкурсантов. Так что это наверняка останется в памяти каждого из них. Вот как бы они потом не стали знамениты, вот такие конкурсы не забываются. Даже если не станут они какими-то большими музыкантами с мировыми именами, все равно это уже другие дети, понимаете, дети с какой-то такой окрыленной душой. Позади эмоции, переживания, прекрасные моменты просветления и упоения музыкой. Для детей в Казахстане это реальная площадка выхода в большой мир музыки. Стимул к профессиональному росту, стремлению реализовать таланты и найти себя в этом большом мире. Неудачников не существует. Есть только люди, которые очень быстро сдаются. В мире нет альтернативы упорному труду. Упорный труд ведет к мастерству, а упорство и талант ведут к славе. Главный итог этого события – то, что Астана достойно и грациозно прозвучала в мире, хотя достичь такого эффекта, наверное, не могла бы ни одна пиар-компания. И то, что мы стали причастны к большому событию в мире классической музыки, которая ставит нас в один ряд с признанными лидерами искусства и культуры на планете. Язык музыки не нуждается в переводе, он понятен каждому. Это тот мостик, через который мы, казахстанцы, можем донести до мира свой молодой, но полный энтузиазма и искренности голос. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА